В специальном конструкторском бюро Турбина открыли новую линию. Запустил современное производство губернатор. Алексей Текслер также провел встречу с рядовыми сотрудниками завода. Какие вопросы задавали главе региона, знают мои коллеги. Мы не стоим на месте, несмотря ни на какие сложные времена. Прошлый год был действительно непростым. Продолжается техническое перевооружение предприятия. Новая формовочная линия на предприятии позволит увеличить объемы производства. Если раньше детали в литейном цехе делали вручную, теперь все автоматически. Мы на сегодня полностью закрываем свои потребности в литейном производстве. Но и теперь уже можем выходить на рынок с таким высококачественным продуктом. Например, освоить новые сферы производства. Сейчас на предприятии готовятся к выпуску деталей для двигателя тепловоза. Я новый дизельный двигатель Уральского завода Екатеринбург под тепловозную тематику. Они делаются в сервисе 2D185. Это дизельные двигатели до 3-4 тысяч лошадиных сил. Мы, соответственно, для них за свой счет разрабатываем турбокомпрессор. Чулябинский завод, кроме оборонных заказов, теперь будет выпускать продукцию и для гражданских компаний. То есть это перспективная? Да, это перспективная задача, которую мы реализуем. Ну да, вопрос конверсии, увеличения доли гражданской продукции. Это для нас просто первостепенная задача, я согласен. На предприятии особое внимание уделяет контролю качества. В соответствии чертежу и техпроцессу проверяем умирительным инструментом, которые у нас поверены. И все, в общем-то, это проверяем на годность. Конструкторское бюро «Турбина» – уникальное предприятие не только для Южного Урала. Часть продукции выпускают лишь в Челябинске и еще двух компаниях в мире. Их уникальность заключается в том, что они как разрабатывают, как конструкторское бюро, как научная производственная база, разрабатывают изделия и в итоге производят и конечный продукт, конечные изделия. И это очень важно, такой полный, замкнутый цикл. Это полностью импортозамещенное производство. Сегодня Алексей Текслер познакомился с предприятием. Губернатор встретился и с рядовыми сотрудниками завода. Рабочие смогли задать свои вопросы напрямую главе региона. В вечернее время, после восьми, трудно уехать с работы в Ленинский, на северо-восток. Ходит один-единственный общественный транспорт. Чтобы решить эти проблемы, в городе серьезно обновят парк общественного транспорта. Мы планируем уже в следующем году обновить троллейбусный парк. И на часть маршрутов они будут продлены. Сделана новая контактная сеть. Уже в этом году обновим на 20% трамвайный парк. Больше 30 новых трамваев появится. Губернатору задали достаточно много вопросов о дорогах, медицине, развитии инфраструктуры. Алексей Текслер рассказал о планах на будущее и дал ряд поручений профильным министерствам.